Американка Бернарда Пера стремительно мчит в число лучших теннисисток планеты. В 2016-м 23-летняя девушка стояла за пределами топ-300, в 2017-м подобралась к топ-100, а благодаря выступлению на прошедшей неделе заскочила на 90-ю строчку. В Чарльстоне Бернарда добралась до четвертьфинала на неудобном для себя грунте, в упорной борьбе уступив соотечественнице Мэдисон Кис 2-6-7-6-5-5-7. Бернарда Пера, Актигрэг и Меджес после Астралиана Упенпера была одной из претенденток на приз прорыв месяца, так всех впечатлила победа над Джоаной Контой. Единственная проблема Бернарды стандартна – представительница США не может без Харда, поэтому будущие несколько месяцев могут сильно отразиться на ее позиции в ритинге. Девушка имеет отрицательный баланс на грунте, а на траве еще ни разу не выступала. Неожиданность недели Рафаэль Надаль не выходил на корт с австралийского мэджора, залечивал травму, неожиданно заявился на кубок Дэвиса и порвал всех. Ожидалось, что испанец тяжело войдет в ритмы в первых матчах, не покажет достойной игры, но вышло наоборот. Рафа принес Испании два очка и путевку в полуфинал мировой группы, в соперниках у Надаля были Филипп Кальшрайбер и Александр Зверев. Если в первой игре лидер ритинга вкатывался в процесс, затратил два с половиной часа, допустил восемь двойных, то Сашу Рафа прошел слишком легко. Кажется, уже сейчас можно говорить о том, что в отсутствии Роджера грунт снова целиком и полностью окажется под властью испанского гения. Разочарование недели сборная России снова провалилась в кубке Дэвиса. После жеребьевки, по итогам которой в сопернике команде Тарпищева выпала Австрия, радости был вагон, положительные эмоции удвоились, когда выяснилось, что сопернику не поможет лидер Доминик Тим. Но даже с таким противником, у которого первой ракеткой оказался игрок, не входящий в сотню рейтинга, Себастьянов Нир занимает 141 место, справиться оказалось не под силу. Главное разочарование игры Андрея Рублева – первая ракетка России не побеждает в одиночке с конца ферваля, уступая все большим и большим но унильмам. Против Австрии Андрей проиграл обе встречи – личную и парную с Хачановым, хотя за неделю до этого парни рвали топов в Майами. Непонятным оказалось решающее слово тренерского штаба выпустить на четвертую встречу Евгения Донского, игрок, который чередует блестящие матчи с провальными, не слишком подходил для матча жизни против Мельцера при чуть более опытных Хачанове и Медведеве. Андрей Рублев, жадьте, Грег и Меджес поражение от Австрии оставила Россию в первой группе Кубка Дэвиса, но лишь временно, за право не упасть еще ниже, команда Тарпищева поспорит с Белоруссией. Цитата недели Горбини Мугуруса после победы на турнире в Монтерее прокомментировала исход соревнований и поделилась мыслями об ожиданиях людей в связи с ее выступлениями «Я рада, что закончила хардовый сезон и победа в Монтерее стала отличной точкой. Теперь я с радостью вернусь на грунт, потому что это мое домашнее покрытие, крупные победы не снимают давление. Здорово, когда они есть, но если честно, мне просто насрать, простите за грубость, на то, что думают люди. Я довольна своей карьерой, хочу добавлять новые трофеи в коллекцию, и на этом все. Я не думаю о прошлом и настроена на поддерживать высокий уровень, бороться за первую строчку, за трофеи. Я иду своим путем, факты недели Горбини Мугуруса выиграла в Монтерее свой шестой титул в карьере, для Кики Бертенс трофей в Чарльз Тенни стал пятой чашкой в коллекции. Бертенс, третья теннисистка в сезоне 2018, выигравшая титул после отыгранных матчболов в одном из матчей. Рафаэль Надаль установил рекорд Кубка Дэвиса по выигранным подряд матчам 24, Индус Леандро Паес выиграл 750-й парный матч в карьере, Монстр, Тимур Азгабашвили разжился Кубком в Шарм-эль-Шейхе. Это его первый титул в 2015 года. Удар недели Дропшот не самый используемый удар в женском туре, но те, кто умеет его выполнять, получают огромное преимущество. Яркий пример – обманка в исполнении немки Юлии Гердюс на турнире в Чарльз Тенни. Американка Кристиан была настолько не готова к рывку от задней линии, что в конце даже потеряла равновесие, и она стояла недели немного пафоса Алены Остапенко. Очки, часы и собачка – все главное при пятой ракетке мира. Что на будущей неделе грунтовый сезон окончательно вступает в силу 9 апреля, в расписании мужской и женской сеток стоят по два турнира, но они пройдут без супертопов. У парней сильнейшим на турнирах в Хьюстоне и Маракеше будет Джон Эзнер, 9 ракетка мира. Восемь игроков, стоящих выше, отдыхают и готовятся к первому грунтовому мастерсу в Монте-Карло, у девушек тоже без громких имен. Привлекает внимание разве что участие Светланы Кузнецовой на турнире в Лугана. Начинает матчем с Бартель, россиянке необходима практика перед Ролан Гарас. Еще один турнир пройдет в Богате, где в основной сетке сходу выступят Евгения Родина и Анна Блинкова. Все о теннисе на Erosport.руженские мужской рейтинги, самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме. Субтитры сделал DimaTorzok